МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средства на выполнение работ по берегу укреплений уже выделены. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам. Я прямо туда приеду вместе, пройдем, посмотрим. Я постараюсь к тому времени, если выйдет подрядчик, чтобы вместе с подрядчиком вот так вот прошли, чтобы и люди, и подрядчик слышал людей. Прозвучало от жителей ряд вопросов по строительству и ремонту тротуаров улицы Московской, Пионерской и Первомайской. Улицы расположены вблизи региональной трассы. Движение автомобильного транспорта интенсивное и наличие тротуаров жизненно необходимо, в первую очередь, для безопасности жителей. Давайте я еще подсоблю в этом плане, потому что явно в этом году уже бюджет распределен и вряд ли получится, но как раз идет сегодня становление бюджета следующего года. Я так понимаю, что в сентябре принимаются все заявки. Вот мы с Николаем Викторовичем подготовим такую заявку. Депутат ЗСК отметил о необходимости выстроить первоочередность проведения строительных работ, тротуаров и определить смертную стоимость выполняемых работ. Над этим вопросом Сергей Орленко будет работать на краевом уровне совместно с Министерством дорожного хозяйства. Еще одна злободневная проблема, которая активно обсуждалась на приеме водоснабжения в поселении. На данный момент выделены средства из депутатского фонда ЗСК и поселенческого бюджета на строительство водопроводной сети. Работы уже начаты. Планируется сначала строительство основного водопровода. А вот на водоотведение депутат подчеркнул о необходимости совместной работы с жителями. Любая посильная помощь здесь очень важна и позволит ускорить процесс подачи воды в каждый дом. Обратили жители с вопросами электроснабжения в станице Дербинской и о возможности выделения транспорта для перевозки учеников в школу. Скоро начало нового учебного года. Многие ребята поселка учатся в школе в станице Дербинской и добираются самостоятельно. Эти вопросы Сергей Юрьевич обсудит с главой района, так как эти проблемы не входят в краевые полномочия. По завершению приема граждан Сергей Юрьевич посетил детский сад номер 40. Сад работает с 1946 года. На территории имеется фруктовый сад, цветники, клумбы. Произведена реконструкция здания старшей группы. В 2012 году проведен капитальный ремонт здания младшей группы. Для этого детского сада в 2018 году законодательным собранием Коснодарского края выделено 30 тысяч рублей на приобретение и установку сплет-системы. Благодаря софинансированию краевого и поселенческого бюджета в скором времени в Доме культуры поселка будет новый отдел костей. Натяжные потолки, появится звукорежиссерская, проведут новую электропроводку и установят сплет-системы. В новом зрительном зале установят удобные кресла на 442 места. Сметная стоимость работ составляет более 3 миллионов рублей. Вместе с главой поселения осмотрел депутат, заиская выполненные работы по ремонту дороги по улице длинной протяженностью 800 метров. Средства были выделены из краевого и поселенческого бюджетов. Посетил поселок Ильский, очень такой хороший современный поселок, развивается. Со всеми людьми пообщались, люди высказали свои проблемы, которыми мы вместе живем. Ну и какие-то в ближайшее время сможем решать задачи, какие-то мы посмотрим по, исходя из финансовых возможностей, бюджета. Мы, в принципе, с главой выработали, так скажем, пошаговый план до конца года. Ну, конечно, будем его неуклонно следовать. Следующий визит Сергей Оренко планирует в сентябре. В отделе МВД России по Северскому району подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года. За отчетный период на территории района совершено 440 преступлений. Расследовано и направлено в суд 379 уголовных дел. Зарегистрировано 219 преступлений, по которым предварительное следствие обязательно. Из них 78 тяжких и особо тяжких. Расследованы и направлено в суд 147 уголовных дел. Наибольшее число преступлений от общего количества составляет хищения, совершенные путем краж. В общественных местах совершено 104 преступления. Наблюдается рост умышленно тяжких телесных повреждений, грабежей и мошенничества. Снизились показатели по разбоям уличным кражам. В текущем году на территории района проведено 135 мероприятий с массовым участием граждан. Нарушения общественного порядка ни на одном из них не допущено. В целом, работа отдела МВД России по Северскому району оценивается положительно. А дел занимает 5 место в крае. Районный форум «Мирный» вновь распахнул свои двери для молодежи. 24 июля стартовала первая смена под названием «Технологии лидерства». 105 ребят со всех поселений района в течение пяти дней смогут принять участие в различных мастер-классах, спортивно-туристических состязаниях и просто хорошо провести время. Каждый год форум позволяет молодежи узнать для себя что-то новое. В первый день в «Мирном» прошла школа безопасности. Участники Северского аварийно-спасательного отряда рассказали мирнинцам об основах безопасности, а главное, наглядно продемонстрировали свою работу. Ребята узнали, как действует расширитель и гидравлические ножницы, и даже поучаствовали в учебно-спасательной операции. Правда, в качестве спасенных. Мы находимся здесь для того, чтобы помочь ребятам обрести новые навыки. В совершенно различных видах, от спорта, туризма, и в первую очередь командной, наверное, игры, командной работы, найти новых друзей, получить какие-то новые впечатления, новые эмоции, которые они увезут с собой и будут целый год помнить о «Мирном», желая на следующий год снова вернуться сюда, в нашу замечательную компанию. Форум действует уже шестой сезон. Ребята живут в палатках, а весь день проводят на свежем воздухе в компании преподавателей и инструкторов. Этим летом «Мирный» встретит еще две смены «Кузницы героев» и «Тепло», последняя из которых посвящена Году волонтеров России. Всего за три смены форум посетят 315 человек. 24 июля в России отмечают праздник «Люди, чья жизнь связана со зданием цветочных композиций» – флористы. Это специалисты, как никто другой, знают, как правильно составлять букеты и декорировать помещения. Впервые праздник отметили в 2009 году, когда были утверждены характеристики профессии. Перечень требований к умениям и обязанностям разработал флористический союз России. Работа флориста – это сочетание творчества и знания. Но главное здесь, конечно же, любовь к растениям. Дизайном цветов человечество занималось еще с древности. Особые торжества не обходились без красиво украшенных букетов. Сегодня же труд флориста востребован, как никогда ранее. Мы дарим букеты на свидания, в дни рождения, праздники, а иногда и без повода, просто желая сделать приятное своим близким. Редактор субтитров А.Семкин